Макото Нисимура слева и его команда спроектировали голову робота так, чтобы она могла имитировать человеческие эмоции Японский Гакутенцоку был гигантским пневматическим автоматоном, который пересек всю Азию, а затем таинственным образом исчез В 1923 году в Токио была сыграна пьеса с участием искусственных людей Она называлась «Универсальные роботы Руссума», сокращенно РУР Двумя годами ранее премьера этой пьесы произвела сенсацию в Праге и прославилась на весь мир Сама пьеса была написана Карелом Чапиком В ней рассказывается о создании синтетических людей-рабов или роботов, от чешского слова робота Которое в переводе означает «принудительный труд» У Чапика роботы, изначально предназначенные для службы своим людям-хозяевам, обретают сознание, восстают и в кратчайшие сроки истребляют все человеческое население Земли В финальной сцене пьесы выясняется, что роботы способны переживать те же эмоции, что и мы А зрители задаются вопросом, научатся ли роботы воспроизводить себе подобное И если научатся, то в чем тогда их радикальное отличие от людей? Эта пьеса произвела неизгладимое впечатление на Макото Нисимуру Сорокалетнего профессора морской биологии из Императорского университета Хоккайдо Как Нисимура позднее скажет в одной из статей, его крайне взволновала идея о том, что существует опасность, что появится некий извращенный мир, в котором люди станут придатками искусственных созданий Существование машин, списанных с человека и предназначенных для рабского труда, означает, что сами люди рабы Еще сильнее Нисимуру обеспокоило то, что борьба между людьми и машинами – это совершенно противоестественный процесс Возможно, фантастическая пьеса не впечатлила бы Нисимуру так сильно, если бы он не был свидетелем того, как выдумка становится реальностью Он уже был знаком с первыми европейскими и японскими автоматонами, изобретенными для демонстрации самостоятельного поведения В то время как одни машины демонстрировали благородные или креативные способности, такие как музицирование, рисование, каллиграфия или стрельба из лука Другим поручали бессмысленную работу Именно это так сильно беспокоило Нисимуру В конце XIX века уже существовали первые паровые люди, ходячие гуманоиды, приводимые в движение паровыми двигателями Все ссылки активны и они даны на зарубежные источники Вот паровой человек Более поздние модели оснащались электрическими или бензиновыми двигателями Эти машины использовались для того, чтобы тянуть за собой коляски или толкать лодки Множество подобных машин было создано в США В самом начале XX века мир увидел механических нянечек, королев красоты и полицейских Здесь мы с вами видим радио полицейского автоматон И радиоконтроль происходит из автомобиля И вот здесь целая цепь механических полицейских И у них вот такие вот наподобие фрезы И может быть на балдашнике даже резиновые, а не металлические И вот тут видно, что они крутятся Для разгона населения В своих работах Нисимура также упоминает механических портье, судоводителей и роботов-постовых Вполне вероятно, он видел эти машины в действии, пока жил в Нью-Йорке с 1916 по 1919 годы Получая докторскую степень в Колумбийском университете Добрый великан Макото Нисимура, слева от Гаку Тенсоку И его помощник Баджо Нагао Позируют с роботом высотой более 3 метров, включая постамент По мнению Нисимуры, характер искусственного человека Или любой другой машины того же толка Определяется намерениями создателей А в разработке паровых извозчиков Можно было увидеть только одно намерение Сотворить механических рабов И это, по мнению Нисимуры, могло привести к появлению Целого уничижаемого класса машин в стиле Рур И их восстания Придя в ужас от сценария, в котором человечество Будет уничтожено венцом своего творения Нисимура решил вмешаться и перевернуть ход истории Его идея состояла в том, чтобы создать Совершенно новый тип искусственного человека Который прославлял бы природу И продвигал лучшие гуманистические идеи Этот робот должен был стать другом человека А не его рабом Даже больше Вдохновляющим примером В 1926 году он оставил профессорскую работу Переехал в Осаку И начал строить своего идеального искусственного человека Творение Нисимуры фактически было ответом В другой машине Дебютирующему в 1927 году Телевоксу Телевокс был неуклюжим существом Чей задачей было соединять звонящих людей Иными словами Он олицетворял все Чего так страшился Нисимура Создание похожего на раба Антропоморфного робота В его понимании Не просто оспаривало Но и попирало законы природы Это было мерзко Умы и машины Макото Нисимура справа И его команда работают над механизмом в голове Как у Тенсоку Механизм позволяет роботу Двигать глазами, ртом и шеей Однако вот что интересно Нисимура не был инженером Он не имел ни малейшего представления О механических или электрических системах Он был морским биологом С докторской степенью по ботанике Когда он впервые посмотрел пьесу Чапика Он как раз заканчивал статью По цитологии Маримо Живущих в водах озера Акан На северо-востоке Хоккайдо Шариков мха Водорсель Маримо А может быть Марима Сейчас ее можно завести В качестве домашнего питомца Тем не менее Именно опыт биолога Мотивировал Нисимуру Будучи ярым приверженцем теории эволюции Он тем не менее скептически относился к тому Что выживает самая приспособленная осень И презирал риторику социального дарвинизма Которая противопоставляла людей друг другу Главным двигателем эволюционных изменений Он считал взаимопомощь По его мнению Ключом ко всеобщему развитию Является сотрудничество Успех одной особи Или целого вида Может дать преимущество всем остальным Сейчас все человеческие стремления Сводятся к тому Чтобы завоевать природу Пишет он в своей книге Чрево Земли Книга вышла в 1931 году И в деталях описывала его взгляд На философию природы Вместо того Чтобы вызывать благоговение перед природой Наши победы только разжигают борьбу между людьми Обращаясь к обществу Он призывал Мы не можем игнорировать тот факт Что люди пришли к цивилизации Только за счет совместного труда Экспозиция робота в Японии Собственное видение эволюции И естественной иерархии Оказало огромный эффект На взгляды Ниссимуры Относительно искусственных людей Это в значительной мере Отдалило его от европейских писателей Таких как Сэмюэл Баттлер Дерберт Уэллс И Карл Чапик Они как раз таки Считали, что выживает Самая приспособленная модель И триумф робота Это конец человечества Ниссимура настаивал на том Что люди из плоти и крови Только выиграют от эволюции роботов Но при условии Что будут создавать нечто вдохновляющее А не простых рабов Искусственный человек Ниссимуры Действительно отличался от всех прочих Представьте себе гигантскую Сидящую на позолоченном пьедестале фигуру Ее глаза закрыты Будто в глубокой задумчивости В левой руке фигура держит электрическую лампочку В форме кристалла Рука с лампочкой медленно поднимается вверх В тот самый момент, когда загорается свет Фигура открывает глаза Будто ее настигло просветление Пораженная собственной находкой Фигура улыбается Затем она переводит взгляд на белый лист бумаги Лежащий перед ней И начинает записывать на нем Только что пришедшие к ней идеи Это кадр из видео про реконструированного робота Процесс реконструкции начался в апреле 2007 года И занял немногим более Время более года Несимура отказывался называть свое творение роботом Вместо этого он придумал имя Гакутенцоку Которое в переводе может означать Тот, кто учится у законов природы Он считал свое создание первым представителем нового вида Чьим предназначением было вдохновлять людей Расширяя их интеллектуальный горизонт Слово Гакутенцоку он записал с помощью катаканы Будущие Гакутенцоку Виделись в Несимуре большими И постоянно усложняющимися Главный механизм Гакутенцоку Приводился в движение компрессором Поток воздуха контролировался Вращающимся барабаном Со специальными выступами Когда механизм включался Выступы колышки Открывали и закрывали множество резиновых трубок Которые приводили в движение части тела Гакутенцоку Как и в классических автоматонах С помощью этих колышков Можно было программировать Последовательность движений Команда Несимуры построила для робота Специальный пьедестал Несимура максимально избегал Использования металла при строительстве Единственной металлической частью робота Был его скелет Чтобы изобразить кожу Несимура использовал мягкую Пластичную резину Которая позволяла сделать движения Гораздо более натуральными Плавными И непринужденными Кроме того В отличие от американских роботов Использующих пар Гакутенцоку приводился в движение Сжатым воздухом Который казался Несимури Более естественным Он говорил Что идея использовать Сжатый воздух Пришла к нему во время игры На Сякухате Традиционная японская флейта Из бамбука Когда он экспериментировал С воздушными потоками Разной силы Изменяя напор И используя разные виды резины С разными показателями эластичности Несимура смог добиться Сложных комбинированных движений Он описывал их так Представьте себе большую волну Внутри которой находится Еще одна поменьше А в ней еще одна И так далее Для Несимуры Самым важным качеством Гакутенцоку Была способность Демонстрировать Человеческие жесты И мимику Дебют Гакутенцоку Состоялся В сентябре 1928 года На выставке В Киото Посвященной Недавней коронации Императора Сева Вспоминая об этой выставке Несколькими годами позже В книге Чрево земли Несимура говорит Что Гакутенцоку Вызвал у людей Трепет Несмотря на более чем Трехметровый рост Он казался зрителем Куда более человечным Чем некоторые люди Год спустя Гакутенцоку Отправился на гастроли И посетил Токио Осаку И Хиросиму Он демонстрировался В Корее И Китае И работал искусственным человеком С шести утра До восьми вечера Приветствую все новых и новых зрителей Газеты Японии Китая И Кореи Пестрили фотографиями Дружелюбного гиганта Так что даже те Кому не удалось Посмотреть на робота Лично Могли его себе представить А потом Гакутенцоку Исчез Сам Несимура Никогда не рассказывал Что именно произошло В интервью Опубликованном В 1991 году Сын ученого Кё Несимура Рассказал Что автоматон Пропал по пути В Германию В начале 1930-х Несмотря на свое Мистическое исчезновение Гакутенцоку Оставил неизгладимый след В японской поп-культуре И робототехники На этом видео Которое вы можете Посмотреть Ссылку я дам В описании Под этим видео На канале Nippon.com Гукатенцоку Реконструированный В 2007-2008 годах Источник сайт Hubbard.com Короткая и странная жизнь Первого в мире Дружелюбного робота Другая статья От 2008 года На эту же тему Ожил Самый старый Японский робот В Японии Восстановлен И снова Заработал Самый старый Робот страны Гакутенцоку Пишет блок Pink Tentacle Как и 80 лет назад Он умеет Наклонять И поворачивать голову Менять направление Взгляда Улыбаться Надувать щеки И делать глубокий вдох Кроме того Он владеет Искусством Каллиграфии В движении Гакутенцоку Приводится При помощи Пневматики Реставраторы Потратили 20 миллионов иен Около 200 тысяч долларов И заменили Резиновые трубки На управляемую Компьютером Систему Робот Робот высотой 3,2 метра Был построен В 1928 году Биологом Макото Нишимурой Изначально Гакутенцоку Выставлялся В Киото Являясь Частью Празднования Восшествия Императора На трон Робот Появлялся На нескольких Выставках А позднее Исчез В Германии Когда его Нашли То переправили В Осаку Восстановленный Гакутенцоку Станет Главным экспонатом Обновленного Научного музея Осаки Дата 28 апреля 2008 года Видимо Нашли его Где-то в 2007 Году Или может быть Чуть ранее Источник Ожил Самый старый Японский робот На этом все Всего хорошего Канал Веб-Рассказ Юрий Шатохин Все ссылки Я отдам В описании Под видео До свидания Субтитры сделал DimaTorzok